А сейчас вы узнаете топ 40 виски по соотношению цена, аромат и вкус. Дорогие друзья, я приветствую вас на канале Недетские Забавы. И сегодня у нас рейтинг виски по соотношению цена, аромат и вкус. Если вы хотите узнать тот же самый рейтинг, но без отношения цены, то переходите по ссылочке в описании, по всплывашке в углу экрана. Ну что ж, приступим. Место с 40 по 37 мая МакАлистер, Грейс Виски, Карт Бланш и Джокер. Можно расставлять их как угодно относительно друг друга. Я же в сортах определенной субстанции разбираться не стану. Можно ли это пить? Наверное. Стоит ли это покупать? Уверен, что нет. Место номер 36. Джон Бар Ред. Это виски? Несомненно. Но с большой натяжкой. А за те деньги, которые хотят продавцы, это какой-то позор. Место номер 35. Джон Бар Блэк. Недалеко ушел от своего младшего братца. Ничего кроме понтов в этой бутылке вы не найдете. Место номер 34. Скотч Терьер. Пить можно, но не нужно. По ощущениям переоценен рублей на 200. Место номер 33. Джон Кор Синий. На одной ступеньке с тем же Терьером, но дешевле. Место номер 32. Клан МакГрегор. За содержимое бутылки это дорого. Хотя и тащит за собой небольшие понты исторического бэкграунда. Место номер 31. Хэнки Беннистер. Если пить сразу пойдет. Если чуть постоит, можно выливать. Сразу выпивать бутылку можно, только если это бухло. Виски бухлом быть не должно. Место номер 30. Глэм Форест. Что-то сродни Хэнки, но чаще всего чуть дешевле. Место номер 29. Наки Томпсон. Отечественный недорогой, проходной, но вискарик. Место номер 28. Уильям Лоусенс. Питкий, легкий, простой вискарик для масс, но ценник за него конский. Место номер 27. Фэймос Граус. Пить можно, но для него дорого и не очень понятно зачем. Место номер 26. Эмбасси Клаб. Вискарик прям красавчик. Звезд с неба не хватает, но и продается по цене нормальной водки. Место номер 25. Глэн Фойл. 12 лет. Для него слишком дорого, слишком задублено, очень просто, не создает впечатление двенашки. Место номер 24. Джек Дэниелс. Питкий бурбон нижнего класса задорого. Место номер 23. Джемисон. Простенькие, дороговатые понты неофита. Место номер 22. Ирли Таймс. Питка просто, вкусненько, дешево. За бренд особо не просят. Место номер 21. Балантайнс Файнст. Слишком невнятно за эти деньги. Место номер 20. Килл Бэгган. Достойно для его класса, но за эти бабки можно лучше. Место номер 19. Джим Бим. Классика простых бурбонов. Сбалансированный по всем параметрам. Аромат, вкус, цена. Место номер 18. Хэнки Беннистер. 12 лет. Для двенашки довольно дешево, но для его вкуса и ароматики дорого. Место номер 17. Сигарс Баррл. Многие ругают, но за его цену и качество я хвалю. Место номер 16. Фокс энд Докс. Меньше ругают, чем Сигарс, больше хвалят, как и я. Место номер 15. Акинтошин Американ Оук. За эти деньги ребята могли бы и постараться. Место номер 14. Макаллан. За все хвалю, но можно и подешевле. Место номер 13. Вайт Хорс. Дешево и сердитое, да и вообще хороший баланс. Место номер 12. Беллс. Как и лошадь, но чуть по сбалансировании и чуть дешевле. Место номер 11. Теламор Дью. Очень недурно, если по хорошей акции, которых в последнее время я почему-то не вижу. Место номер 10. Чиос Ригл. 12 лет. Очень и очень недурно. Цена, правда, тоже редко радует. Место номер 9. Блэк энд Уайт. За эти деньги очень хорошо дымит и солит. Место номер 8. Джонни Уолкер. Блэк Лейбл. Раньше я думал, что это моя любимая двенашка. Место номер 7. Дьюорс. 12 лет. Теперь я понял, что это моя любимая двенашка, но только по акции. Место номер 6. Бушмерс Ориджинал. Очень интересный парень, если он стоит до 800 рублей. Место номер 5. Тичерс Хайланд Крим. Кайфовая штука. Место номер 4. Джонни Уолкер Ред Лейбл. Ну просто очень кайфовая штука. Место номер 3. Дьюорс Уайт Лейбл. А это просто бомбическая штука. Место номер 2. Глен Ливит. Довольно классный сладовый парень за свои деньги. Ну и место номер 1 по соотношению аромат, вкус и цена. Это несомненно. Тамнавулин Дабл Каск. Ну а это, господа, эталон по всем параметрам на сегодняшний день. Ну что ж, дорогие друзья, вот такой вот получился рейтинг по соотношению аромат, вкус и цена. Вы можете написать свое мнение в комментариях. Это всего лишь субъективное мнение нашего канала, основанное на личных предпочтениях, а также каких-то слепых сравнениях этих представителей. Также хочется передать привет людям под никами Влад, Дмитро М и Андрей Труфан, которые отгадали, из какой бутылки сделан данный стакан для виски. И, соответственно, передать им привет, потому что мы обещали, тем, кто отгадает, мы привет передадим. Но на призы пока денег у нас нет. Так что, господа, движемся вперед, повышаем качество, повышаем уровень, зарабатываем статусность. И, возможно, когда-нибудь мы сможем раскошелиться и на призы для наших зрителей. Хочется также сказать вам, чтобы вы писали в комментариях, что вы думаете на этот счет. Возможно, у нас случатся какие-то даже баталии. Это интересно. Ну и, соответственно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Бейте в колокол. Поздравляем вас с наступающим 2022 годом. Ну и не бухайте уже, занимайтесь спортом. Поздравляем вас с наступающим 2022 годом.